Новые решения по благоустройству окружной столицы предложили участники архитектурной проектной мастерской «Городская среда и благоустройство. Дизайн и производство». На протяжении четырех дней 18 ребят трудились над своими проектами. За защитой работ наблюдала наша съемочная группа. Взгляд с другой стороны. В окружном доме народного творчества завершились курсы архитектурной проектной мастерской «Городская среда и благоустройство. Дизайн и производство». 18 анадырских школьников с 14 до 16 лет на протяжении четырех дней усердно работали, чтобы представить свои проекты по благоустройству городского пространства. Они получились современными, они даже не банальные. Они отвечают полностью современным требованиям городской среды и благоустройства, самое интересное. Абсолютно все объекты, которые сейчас были представлены, они все в тренде. Вот сегодня, куда бы вы ни посмотрели, они в тренде. И, как мне кажется, у вас действительно хорошие дети растут. Вам их надо правильно сейчас направить и получить от этого через 10 лет хороший результат. Одна из команд предложила установить в Анадырском сквере на улице Дежнёва беседку с качелями и защитой от ветра, а также лавочки и зону с бесплатным Wi-Fi. Гордость команды «Арт-объекты Я люблю Анадырь» с подсветкой, мерцающей, как северное сияние. Выбрали себе тему «Северное сияние», потому что это одно из символов Чукотки, а вот именно с «Северное сияние» у нас мало арт-объектов. Также у нас было очень много мыслей, которые мы отбрасывали, добавляли, снова отбрасывали. Но мы пришли к конечному итогу, который полностью и идеально подошел к нашему проекту. Вторая группа представила видение благоустройства набережной за Домом народного творчества. Там предложили обустроить детскую площадку, фотозону сердца Чукотки, зону отдыха с лавочками под навесом в форме морской волны и открыть небольшую кофейню. Команда работала над набережной за Домом народного творчества. Когда мы в первый день проходили, осматривали эту местность, мы сразу поняли, что этому месту надо дать второй шанс, окрасить его всеми красками, просто сделать так, чтобы он стал самым лучшим местом в России. Участники из каждой команды отметили, что в каждом из этих мест недостаточно света. Поэтому они предлагают увеличить количество фонарей. Когда очень темно, бывает очень плохо видно, а иногда бывает очень страшно. Итоговые проекты ребят оценивало жюри. На защите присутствовал губернатор Чукотки Роман Копин, профессиональный архитектор Мария Чернова и директор Дома культуры Ольга Расторгуева. Обе работы получили высокую оценку. Вполне возможно сделать это на следующий год. Некоторые объекты, что-то можно доработать с учетом нашей навигации, наших условий. То это, конечно, можно просто разделить на несколько этапов и постепенно приходить к нужному результату, который будет равен в проектах у ребят. Конечно, их проекты требуют доработки и взгляда профессионалов. По словам губернатора округа, обсуждение благоустройства городской среды с детьми помогает освежить видение ситуации и принять новые решения. Ребята сделали, я считаю, очень большую работу. У них получились два, по сути, законченных проекта, которые, ну, конечно, с доработками, конечно, с некоторыми оговорками, но в целом можно брать и заниматься реализацией. Это впечатлила диагностика, которую ребята разобрали, сильные, слабые стороны каждого места. Они очень четко понимают, где они живут, что они любят свой город и что они хотят в нем поменять. После долгого совещания жюри приняло непростое решение – принять в работу оба проекта. По словам главы региона, благоустройством можно будет заняться после согласования с местными властями. Владимир Никиченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова